15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. Центр латиноамериканской культуры распахнул свои двери в КФУ. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Ильвина Гадрахманова. 15 февраля в рамках деловой поездки ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин совместно с первым проректором, проректором по научной деятельности вуза Дмитрием Таюрским принял участие в рабочей сессии госкорпорации «Роскосмос», организованной для представителей вузов, институтов РАН и посвященной развитию отечественной пилотируемой космонавтики. В ходе заседания был также обсужден формат взаимодействия Роскосмоса с вузами. Руководство Казанского университета, в свою очередь, озвучило ряд предложений по ценам пилотируемой космонавтики. 16 февраля в зале Попечительского совета Казанского федерального университета прошло традиционное заседание ученого совета. До начала основной части ректора вуза Ленар Сафин вручил государственные и ведомственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан сотрудникам Казанского федерального за многолетний плодотворный труд и заслуги в образовании. Повестка дня включила в себя несколько актуальных вопросов, а также разделы разные. Перед членами ученого совета стояли задачи провести конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, обсудить вопрос присвоения ученых званий и выдачи дипломов кандидата наук в Казанском федеральном университете, а также о выдвижении работы и включении в состав авторских коллективов на соискание государственной премии Республики Татарстан 2023 года в области науки и техники. 15 февраля в России день памяти воинов-интернационалистов. Далее в сюжете расскажем о том, как прошло заседание сотрудниками Казанского федерального университета, принимающих участие в боевых действиях за пределами Родины. 15 февраля дата для проведения Дня памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1989 году, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В Казанском федеральном университете работает 13 ветеранов-участников, которые принимали участие в боевых действиях за пределами Отечества. Это боевые действия в Афганской Республике, также в ликвидации аварий на Чернобыльской атомной электростанции. Главное – память. И чтобы наши ребята оценили всех тех ребят, которые находятся в нашем университете, которые находятся в стране, это на самом деле герои. Поэтому это и есть момент патриотизма и дань памяти и уважения всем нашим ребятам. В начале мероприятия Решат Гузейров, проректор по комплексной безопасности, поприветствовал гостей, а также передал слово Валерию Телишеву, председателю Совета ветеранов. Также на мероприятии присутствовал председатель правкома, председатель социально-экономической комиссии Евгений Струков. Далее участникам боевых действий вручили скромные подарки и поблагодарили за их мужество и труд. Россия не начинает войны, а заканчивает. И, соответственно, то, что это все закончилось, это здорово, потому что нет лишних жертв. А грустно, потому что много ребят осталось у нас там. После заседания делегация отправилась к памятнику воинам-афганцам для возложения цветов, чтобы почтить память тех, кто не жалеет собственных жизней. Выполнял свой долг Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Неверниус. Зимняя школа по психологии и состоянии. Такое название носит Всероссийская научно-практическая конференция, которая будет проходить 16 по 17 февраля в Казанском федеральном университете. Все подробности смотрите далее. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Зимняя школа по психологии и состояний», где теоретики и практики различных направлений психологии поделились своими знаниями и опытом в области изучения, диагностики и регуляции психологических состояний, обсудили тенденции развития данного направления. Во-первых, это теоретическое познание, познание вот этого самого явления психического. А во-вторых, это большая практика, целый день занятия, тренинги, обучающие методом саморегуляции, методом психологии, состояния и так далее. Это очень важно, потому что в актуальной жизни это чрезвычайно необходимо, особенно в различные периоды неустойчивости социальной. Мероприятие направлено на развитие компетенции и мотивации бакалавров, магистрантов, аспирантов и молодых ученых в области научно-исследовательской деятельности, обмен результатами научных исследований и практическим опытом в сфере психологии состояний. Студенты понимали, осознавали и проявляли свою активную позицию не только в области, скажем так, знаний каких-то, но и в области такой научной деятельности. А научная деятельность – это всегда связано с осознанностью. В этом году конференция проходит в 17-й раз и продлится до 17 февраля 2023 года. В рамках ее проведения запланированы пленарные и секционные заседания, вечерние лекции, мастер-классы и тренинги. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Цифровая экономика уже давно не миф, а реальность. О проекте Казанского федерального в области ее исследования В конце 2022 года Российский научный фонд поддержал 27 проектов ученых Казанского университета. Одним из них стало исследование доцента кафедры экономической теории и эконометрики Института управления экономики и финансов Юлии Варламовой. Она получила грант на реализацию собственного проекта. Российский научный фонд является, можно сказать, одним из основных в России, который дает поддержку на научные исследования. Соответственно, эта заявка, на самом деле, была подана с той точки зрения, чтобы продолжить научные исследования, которые мы проводили в течение трех лет. Сейчас мы уже фокусируемся несколько на другом аспекте наших исследований. И, соответственно, заявка сыграла. Проект Юлии Варламовой «Исследование данных в цифровой экономике, пространственные эффекты, потоки и инфраструктурная обеспеченность» направлен на такой аспект цифровой экономики, как данные. Фокус, в первую очередь, на предприятия. Насколько им нужны эти данные, как они их получают, готовы ли они покупать и предъявляется ли какой-либо спрос на необходимую информацию. А дальше мы уже переходим на уровень стран. То есть, на самом деле, сейчас в цифровой экономике речь идет о том, что конкурентные преимущества получают те страны, которые могут данные предоставлять другим странам. И вот в этой связи нам хотелось бы посмотреть, какое место России, какие у нас есть конкурентные преимущества в этой связи, и уже спуститься на уровень регионов наших фирм-предприятий. По словам ученых, данный проект имеет большую актуальность. Ведь в настоящее время Министерство цифрового развития как раз занимается разработкой стратегии на ближайший год. Все, что касается хранения и генерации данных, находится на повестке дня. Сейчас весь мир идет по пути того, чтобы посмотреть, а как сохранить свое конкурентное преимущество, когда мы переходим уже от нематериальных каких-то активов к данным. Что с ними делать, как с ними работать. Бигдейты сейчас у всех на слуху. Юлия Варламова и ее коллеги в рамках исследования намерены проанализировать цифровую трансформацию именно на уровне России, потому что она началась чуть позже, чем в остальных странах, что вызывает повышенный интерес к ее развитию. В 2018 году только Министерство стало разрабатывать методические рекомендации для предприятий, как осуществлять цифровую трансформацию. Отметим, что в рамках конкурса российского научного фонда размер одного гранта составляет до полтора миллиона рублей ежегодно. Он позволяет лучшим научным коллективам воплощать в жизнь амбициозные проекты и получать результаты мирового уровня для науки, экономики и общества. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие Центра латиноамериканской культуры. Подробности в сюжете нашего корреспондента. В рамках недели иностранных студентов в Высшей школе иностранных языков и перевода Казанского университета состоялось открытие Центра латиноамериканской культуры Института международных отношений. Решение о создании такого центра обусловлено большим потоком обучающихся граждан Латинской Америки в КФУ. Для иностранных студентов и преподавателей было необходимым создание интернационального уголка, открытого для всех желающих. В планах развивать не только культурную составляющую, но и научно-исследовательскую. Мы планируем, что в рамках этого латиноамериканского центра мы будем знакомить студентов, преподавателей и всех, кто к нам приходит уже с такой настоящей Латинской Америкой глазами самих латиноамериканцев. Мне кажется, это будет интересно. Будем разговаривать о литературе, будем разговаривать о музыке. Не только о той, которая на поверхности, но и о той, которая, скажем так, наиболее аутентичная. Будем говорить об истории, естественно. Будем говорить обо всем. Студентам представлена возможность глубже изучить специфику данного региона, познакомиться с преподавательским составом, носителями языка, а также встретиться с представителями дипломатических миссий. Для Казанского федерального особый интерес представляет налаживание партнерства с такими крупными странами Латинской Америки, как Бразилия и Аргентина. На данном этапе сотрудничество сводится к участию специалистов КФО на различных международных научных конференциях, проводимых в Латинской Америке. В ближайшее время к нам приедет даже посол Бразилии. Мы очень надеемся, что вот этот центр станет для нас такой фишкой для того, чтобы показать, насколько мы развиты именно в латиноамериканском направлении. Сейчас в Казанском федеральном университете, в частности в Институте международных отношений и на подготовительном факультете большое количество иностранных студентов, в том числе и из Латинской Америки. Мы пригласили тех ребят, которые занимаются изучением в области зарубежного регионоведения, международных отношений и специализируются именно на испанском, на португальском языках. По словам студентки Института международных отношений Лаура Каталина Пресиаде Риос, приехавшей в Казань четыре года назад из Колумбии, открытие центра ждала вся латиноамериканская диаспора. У нас не было места, где мы могли разбиваться. Мы очень рады. Я не знаю точно, как будет работать, но надеюсь, что мы могли разбиваться наши навыки. Напишу статью для университета о Латинской Америке, потому что это очень важная тема для нас, даже для меня. Для того, чтобы стать членом большой латиноамериканской семьи, необходимо лично прийти в высшую школу иностранных языков перевода Казанского университета по адресу Мартына Межлаука, 3. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Института международных отношений. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс. На этом все. В студии была Ильвина Гадрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok